Девушки отдыхают Доброе утро Было доброе, пока ты не позвонил Что случилось на этот раз? Я тоже рад тебя видеть Слушайте, тут такое дело Вы не поверите Знаете, где я был? Подожди Дай сообразить У бабы Вот ты думаешь, я только баб и могу Оба Это что-то новенькое А того, что еще там моешь, а? Да не в смысле кого В смысле только о бабах Нет, представьте себе Был не у бабы Ну, то есть, конечно Но не сразу А был я В казино Ой, ну как с вами скучно Да Много проиграл-то Нет Ну вот и отлично Ты не мог бы почистить зубки Лечь баеньки И потревожить меня С этой потрясающей новостью Немного позже В 6.38 Например Например Клебан, ну на самом деле Имей совесть, а Вообще-то я немного выиграл Прекрасно Купишь мне билет проездной А может быть машину? А может метро? Подойди к окошку И ты тоже Джекпот, мои хорошие Такие дела Джекпот, джекпот Вот Ну-ка, Лебанчик, нет слов Нет, я поверил, что ты трусы проиграл Но чтобы ты хоть что-то выиграл А он уже трусы проигрывал Помнишь Суркова? Не надо ля-ля Трусы тогда остались на мне Сурков не изверг Я чувствовал Я чувствовал Я всегда чувствовал Придет мое время И оно пришло Фортуна повернулась ко мне Передома, к лесу Всем остальным Бедный лес Слушай, Клебанов Я, конечно, все понимаю Но а что ты ко мне-то с этим приперся? Ларек, ну а что ты хочешь? Я с такими бабками буду по городу ездить И отдельные презентации Мишани устраивать Денежки, Лариса, пускай Пока у тебя побудут У нас же в квартире замки с Мишаней Сама знаешь, какие? Ну, ты понимаешь? Ну, ты же понимаешь Нет, ты что, с ума сошел? Моя квартира не сейфа А вдруг что случится? Мне потом нет Ну, Ларек, что ты боишься? Это же ненадолго Это ненадолго Почему ненадолго? Потому что впереди Жесткий шопинг С тройной резьбой И шоколадом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реально, всё-таки не должно превалировать, надо... Мишаня, держи и не превалируй. Не нужно было. Спасибо. Варёк, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Прости, что немного заранее. Вот. Ой. Ты что, сдурил, что ли? Иваныч. О, спасибо. Нет, я этого не могу принять. Ты что, с ума сошёл? Ну, не буду же я его носить. Я могу! Э-э-э, подожди, ну... Подарки-то не передариваются. Милые. Блин. Клебанов. А я думал, будет хуже. Всё-таки деньги, а не портят. Мишаня, ты смешной человек, ей-богу. Меня испортить невозможно. А деньгами так просто нереально. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 О, Туманов. Да. Илья Сергеевич. Да. Будем знакомы. Борисов Александр Алексеевич. Очень приятно. Меня вас рекомендовали как очень ответственного и чрезвычайно исполнительного работника. Коллектив у нас небольшой, но дружный. Прошу вас. Скажу вам честно, сейчас перед нашей фирмой открываются такие горизонты. И на вас, как на аналитика, я возлагаю огромные надежды. Постараюсь не подвезти. Вы уж не подвезете. Кстати, скажите, а почему вас уволили с предыдущего места работы? Это личное. Я бы не хотел. Замешана женщина. А, без вопроса. Умолкаю. Прошу вас. Спасибо. Прошу вас. Осторожно. Тут счеты везде. Прошу вас. Всем работать. Всем работать. Это чье, а это мое. Да вы что? Успокойтесь, я вас очень прошу, выпейте воды. Я не хочу вашей воды. Выпейте. Давайте. И как вам это понравится, я хожу за собственным мужем, словно какая-нибудь шпионка, потому что он все время пытается покончить с собой. Он уже дважды резал себе вены. Слава богу, что я подоспела вовремя. И давно это все началось веной и все такое? Давно. Сначала начались какие-то неприятности на работе. А потом пошли какие-то долги. Дальше еще хуже. Вечером приходит домой, я его спрашиваю, ты будешь ужинать? А он смотрит на меня и говорит, мы разорены. И в петлю, я не знаю. Сразу в петлю? Ну, тихо, тихо, тихо. А веревочку намылить? Какую веревочку? Что? Я пытаюсь подбудрить клиента, как ты любишь. Тогда спасибо. Пока достаточно. Послушайте, это странная история. Вы хорошая, помогите. Мы попробуем подумать все, что можно сделать. Да? И позвоним вам. Конечно, конечно. Конечно, вы только не волнуйтесь. Вы добрый. Да, я добрый. Мы вам поможем, но это все, естественно, не бесплатно уже, понимаете? Конечно, конечно, я все, что угодно, лишь бы он, он не покончил с собой. Все, что угодно, только он не покончил с собой. Ну, на счет все, что угодно, это вряд ли. Лучше деньгами. Слушай, я не пойму, как человек может из-за денег покончить с собой? Это потому, Мишаня, что у тебя отродясь приличных денег не было? Наверное. Мишаня, что угодно, я не могу. Клебанов, если это очередной кастинг на Северный полюс или еще какой-нибудь твой закидон, тебе конец. Сказа, Хлебанов, девушка, скажите вот этому дурачку в очках, что хочет сделать ваш брат после того, как разорился? Как он что-то с собой. Слушай, Мишка, тут такое дело, короче, мы валяем в суицину, суицину. Да все, где, кто, кому, когда. А если у него, может, враги какие-нибудь, родственники? Что, все? Удачные попытки есть? Пока нет. Эпидемия какая-то, похоже. А я вам говорю, что этого не может быть. ВВ-банк или Шарашкина контора? Чем вы вообще занимаетесь? Да на нашем счету... Слушай, какой ноль? Вы рехнулись? Что? Когда? Вы позволите? А, саблин. Саблин. Ну, что у нас с голландцами? С голландцами у нас, что называется на сегодняшний день, все, как пока отказались профинансировать проект. Пока они не готовы, но в самое ближайшее время... Они обещали... Свободны. Как в кино. Я банкрот. Извините, я почему-то... Ришutor Алексеевич! Ну, Господи, где-то? Сколько-сколько? Три, три раза пытался выброситься из окна и один раз вешался. Не понимаю, что здесь смешного. Да ничего. Просто мы к самоубийцам привыкшие. Что ни день, то у кого-нибудь до последней. Простое дело. Все по прискуранту. Ларек, я тут набросал вкратце. Трекс! Предотвращение самоубийств. Затупление всего колющего, режущего, пилищего, находящегося в досягаемости заказчика на случай закола, зареза, запила или газового отравления, 300 долларов. Второе. Натягивание по периметру дома сетки из материала заказчика на случай выброса из окна, 300 долларов. Третье. Подпил крюков, перекладин и прочих торчащих поверхностей на случай повешения, 200 долларов. Четвертое. Круглосуточный контроль, принимаемый заказчиком пищи на предмет ее ядовитости с принудительным промыванием желудка в случае положительного результата. Фу! 500 долларов. Как минимум. Обивание ватой острых углов. 100 долларов. И, наконец, в случае таки летального исхода заказчик не может предъявлять претензии к агентству по причине собственной кончины. Претензии с того света мы не принимаем. Директора НЛС Клебанов. Значит так. Дело плохо, человек гибнет. Фирма была для него всем. Он потерял себя, потерял смысл жизни. Я оплачу вам гонорар за работу. Плюс оплачиваю все расходы. Но вам придется поработать. Ну... Значит, Борисов Александр Алексеевич. Ну, что вам сказать, дети мои? Печально все это. Печально. Измельчали люди окончательно. Восемь попыток суицида. И ни одной удачной. Разучились люди доводить дело до конца. В былые времена из петли не выскакивали. И пуля мимо лба не пролетала. Да, ведь любишь ты людей. Да. Витек у нас пармезан. Чего? Эээ... Метропоз. А также еще мезонин и вазелин. Мизантроп. Да какая разница? Вы ж поняли. Да понял, понял. В общем, вы беретесь за это дело. Да. Собираетесь искать для суицидников смысл жизни. Вот так вот просто. Почему просто? Взялись, надо помочь людям. Да. Помочь-то надо. Тем более, что дельце-то плевое. Не пахано, не сеяно. Большой художник любит большие полотна. Большому кораблю большое плавание. Семь футов под килем. Так я не понял, ты с нами или нет? Я? Нет. Быть или не быть, там, где Гамлет натоптал Брегину, делать нечего. В общем, обнаружите какой-нибудь смысл? Звоните. Звезды Звезды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Ставки больше не принимаются. Что? Зачем это? Диорию одну проверить, точнее легенду. Тебе-то какая разница? Делай, что говорят! Не хами их, Хьюстон! Ну-ка, минуточку без рук! Кто вам сказал, что у меня денег нет, а вот это, вот, видишь, это не деньги, да, это роликс натуральный, мне его, между прочим, один депутат подарил. Да, подарил, давай позвоним и спросим. Видал? Рук, роликс, это же не деньги, а! Сожрались тут, руки уберите меня! Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергеич, как дела? А, вы, вы знаете, хуже не придумаешь. Я, я поставил с одним господином, а он проиграл. Ай, я, я и много проиграл. Вы знаете, пятьдесят тысяч. Ну, надо же, как не повезло. Вот, да, и не говорите. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Ага. Да пусти ты меня, что ты прилипс-то, как банный лист! Друг! Друг, выручай! Дай одну фишечку, я тебе три отдам потом. Клянусь, честное слово, выручай! Ну, пожалуйста, клянусь! Вот, спасибо. Вот он, видите, человек? Вот он, понимай, что ты, видишь, на зеро сейчас поставлю, не выиграю, сам уйдусь. Да ты руки-то распустил! Куда? Спасибо, дружище. Нет, за что! Нет, нет, спасибо! Нет, я так не могу! Я так не могу! Я, на Мелину, я не нищу, не возьмешь часы, часы, фишку верну обратно. Нет, нет, я взял часы, вот. Примерь, 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 примерь. Спасибо, спасибо. Да, примеряю, вот. По-моему, ничего. Ничего. Вам нравится? Спасибо. Не за что. Спасибо, пожелание удачи. Удачи. Спасибо. Удачи. Удачи. Благодарю. Спасибо. Удачи. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как поживаете? Ничего. Гонорар за две последние фирмы и вчерашний проигрыш господина в казино переведён на ваш счёт. А сегодня срочный заказ. В пять часов в гостинице Охта в конференц-зале состоятся важные переговоры о долговременном партнёрстве. Так вот этого партнёрства быть не должно. Так что будьте любезны, поприсутствуйте. Я не могу. Что значит не могу? Я вас не в кино приглашаю. Я понимаю. А я сегодня не в форме, кажется. Всего хорошего. Чтобы в пять был на месте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До встречи. Очень рад. Всего хорошего. Благодарю вас. До свидания. Надеемся на завтра. Благодарю. До свидания. Добрый день, Илья Сергеевич. Добрый день. Я вас не знаю. А… А мы вас… Мы вас очень хорошо знаем. Знаете, и давно хотим с вами познакомиться. Ну что, Илья Сергеевич, что, день-то не удался? Очередную фирму разорить-то не удалось? Что вы такое говорите? Смотрите сюда. В какой руке? Везет. Ну что, отпираться нечего. Мы в курсе. Пора начинать новую жизнь, Илья Сергеевич. Полоса кончилась. Вот уж не везет, так не везет. Понимаете? Я с детства был страшно невезучим человеком. Как проклятие какое-то. Мучился, страдал. Когда ушла жена, я даже не расстроился и не удивился. Знал, что рано или поздно этим кончится. Со временем привык. Человек, знаете ли, такая… Ко всему, знаете ли, привыкает. А потом, как-то раз, подзвонил один человек, и моя жизнь перевернулась. Он сказал, что у меня редкий дар, и что я могу все, все, что захочу. И это действительно так. Да. Где бы я ни появлялся, все переворачивалось ног на голову. Выходило из строя, люди дрались, ссорились. Правда, и мне доставалось. Но это уже издержки. При этом я не прилагал никаких усилий. Все как-то само, само. Вам за это платили. Да. И очень хорошо. Меня устраивали на работу со временем. Там все рушилось. Меня валяли. И все по-новому. Ваш наниматель скупал разорившиеся фирмы за бесценок, устраняя конкурентов. А вам людей не было жалко? Они ведь в петлю лезли. Не жалко. Меня же ведь никто не жалел. Понятно. Кто вас нанимал? Я не знаю. Что значит, вы не знаете? Мы общались по телефону. Деньги он переводил на мой счет. Встречаться не хотел. Илья Сергеевич, если вы врете... Зачем мне врать? Он сейчас должен позвонить. Что я ему скажу? Это он. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вы-то тут с какого боку? Да так, мимо шел. Значит, это ваша работа. Похвально, похвально. Ну что ж, ждите. Следующий ход за мной. А что же мне теперь делать? Вам? Ничего. Идите домой. Живите новой жизнью везучего человека. Жертв вашей деятельности мы худо-бедно к жизни вернули. Работа у них наладится. А вы впредь не шалите. А то вам крупно не повезет. До свидания. Особенно мне понравилось. Это мы вернули. Это мы ведь вернули, а не ты. Между прочим, детка. Я думаю, от этого мой гонорар не уменьшится. Что с лицом? Брился. А паром? Витя, быстро говори, что за хреновина я вчера сделал в казино. Что случилось? А то, что я в полной. Проиграл и все короче. Еще должен остался. Кому? Подождите, пожалуйста. Ну, не казино, но двум солидным бизнесменам, которые дали мне в долг. Что я делал? Да ничего особенного. Просто по легенде, это один из комаровщих обрядов. Если невезучий возьмет у везучего какой-нибудь предмет, то невезение пропадет. Тебе последнее время перло, как останка. Поэтому я и подумал, что неплохо было бы поделиться во имя благого дела. Спасибочки. А обо мне ты подумал, свинья? А при чем здесь ты? По легенде, везучему ничего не делается. Если он только не берет у невезучего какой-нибудь предмет. Что ты у него взял? Фишку. Детка, заткни, пожалуйста, ушки. Вот так. Можешь открывать. Но я надеюсь, ты хотя бы на нее не играл? Да нет, конечно. Просто для информации. Ну, а если даже играл, то что? Детка, заткни, пожалуйста, ушки. Тогда ты в полной жопе. Можешь открывать. А ну-ка, быстро бегом за Тумановым. Он должен сам подарить тебе часы, тогда тебе будет счастье. Ну, Витя. Спасибочки. Слушай, а откуда ты узнал эту штуку с обрядом скоморожья? Ты знаешь, я одно время учился на режиссера массовых праздников. И делал курсовик на тему скоморожья обряда Древней Руси. Как знал, что с вами свяжусь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok